Гнотисе Аутон – «Познай самого себя». Две тысячи лет назад эти слова были начертаны на фронтоне храма Аполлона в Дельфах. В начале XX века лауреат Нобелевской премии, академик Павлов, назвал их заповедью, которая захватывает всё в жизни человека. Научные знания о человеке, объекте медицины, со времён Павлова изменились фундаментально и уже не вмещаются в рамки традиционного медицинского образования. Проблема дробления целостного знания на фрагменты описывается в разных культурах метафоры «слон в темноте». Поднимется ли медицина на новый уровень, если её ввести в контекст современных знаний о человеке, полученных антропологами, генетиками, нейробиологами и психологами? Природа человека сквозь призму наук о человеке в авторской программе «Медицина в контексте» с Мариной Аствацатурян на Первом медицинском канале. Архипова Елена Филипповна, доктор педагогических наук, профессор, логопед высшей квалификационной категории. Окончила Московский педагогический государственный университет имени Ленина. Профессор Архипова – ведущий специалист в области ранней дошкольной коррекционной педагогики, в частности, логопедической помощи детям с ДЦП. Она – автор более 145 научных работ, в том числе монографий, учебно-методических пособий, методических рекомендаций и программ. Результаты многолетних научных исследований Елены Архиповой включены в учебный курс вузовских лекций «Логопедия с историей логопедии», а разработанные ей учебные пособия пользуются популярностью у логопедов-практиков и студентов. Под руководством профессора Архиповой защищены более 300 дипломных работ и магистрских диссертаций по логопедии. Профессор Архипова в студии «Медицины в контексте». Здравствуйте, Елена Филипповна. Здравствуйте. Наша программа посвящена человеку как объекту биологической эволюции. В этом процессе, как известно, человек приобрел уникальные способности. Одна из таких уникальных способностей – это способность к члену раздельной речи. Японские антропологи не так давно опубликовали в журнале «Сайенс» статью. Это анализ гортани, анатомии и физиологии гортани 43-х видов приматов, включая человека. И тут они обнаружили в этом анализе, что структурно человеческая гортань, гортань Homo sapiens, она гораздо проще, чем у остальных приматов, чем у его сородичей, которые живут в дикой природе. У всех, кроме человека, есть так называемые мембраны, голосовые мембраны или мембраны гортани. Это две такие мышцы, которые над голосовыми связками, вот у человека их нет. И это упрощение, как показало моделирование, оно обеспечивает стабильное, а главное, контролируемое звукопроизношение. Вот звукопроизношение тоже по вашей части. То есть вот такая вот система. Но иногда она дает сбой, и одну из причин, по которой могут возникнуть речевые нарушения, сегодня нам представит наша гостья Елена Филипповна. Пожалуйста, привычный ротовой тип дыхания, причина нарушения речи у детей. И здесь не только причина, но и механизмы устранения этой причины нам даст наша гостья, пожалуйста. Спасибо, Марина, за, во-первых, введение такое. Речь зависит не только от голосового аппарата, не только от голосовых складок, которые вибрируют. Речь зависит от работы мозга. Коры головного мозга и трех блоков мозга, полурия. Первый блок – это энергетический у нас. Он закладывается еще внутриутробно. Он обеспечивает энергетикой мозг. Второй блок как раз отвечает за речь. Но речь не может сформироваться, если нет первого блока мозга энергетического. Поэтому голосовой аппарат – это инструмент, как скрипка или как флейта, из которой извлекаются заведомо запрограммированные звуки, но программируют их речевые зоны мозга. У животных, у приматов тоже есть определенные структуры мозга, но они дают только рефлекторные крики, опасности или, наоборот, доброжелательности. У человека не только эмоциональная составляющая в речи, не только просодика, но и огромная часть когнитивного знания передается через речь. Ну и уже, если мы говорим про речь, то должна сказать, что речь занимает всего, слова занимают всего 5% от коммуникации. А основная составная часть коммуникации – это кинесика, это наши жесты, мимика, выражение глаз и просодика. Так вот, кинесика занимает 50% значимости. Больше значит не слово, а то, с каким жестом, выражением лица мы это скажем. И просодика занимает 45%. Просодика – это интонационно выразительная окраска речи. Она тоже больше значит, чем слова. Можно сказать, безобидные слова, да, но с такой интонацией, что человек с вами больше общаться не будет. Да, вы ничего плохого не сказали, вы сказали да, но да, сказано с просодикой, да еще если с кинесикой, с выражением или жестом, то вы понимаете больше, чем это слово. Поэтому речь у нас с вами очень сложный процесс. И одной из причин, почему проблема с речью возникает, казалось бы, на пустом месте. Если у человека с возрастом расстраивается носовой тип дыхания. И вместо этого сначала ребенок, потом подросток, потом взрослый испытывает дефицит даже в кислородном питании мозга и внутренних органов. Лишь только потому, что у него ротовой тип дыхания. Вот сегодня мы про это с вами поговорим. Это вопрос, который мы разбираем. Я не буду, наверное, их озвучивать. Тут они будут появляться у нас по ходу сегодняшнего сообщения всплывать. Мы про них будем говорить. Шесть блоков у нас как бы. Да, мы шесть разберем направлений этой проблемы тяжелой. Эта проблема очень актуальна сейчас. Посмотрите, 75-78% детей имеют миофункциональные нарушения и орфоциальные. То есть они шире, чем связаны с речью. Это проблема жевания, глотания, носового дыхания. И как ни странно, это влияет даже на осанку ребенка. У него появляется сутулость. Если он подойдет с мамой к ортопеду, ортопед назначит ортопедическую обувь, назначит стелечку ортопедическую, но вовсе не посмотрит, а где язык и как ребенок дышит. Потому что первая причина – появление ротового типа дыхания вместо носового. Очень много проблем. И, конечно, эти проблемы сказываются на речи. Потому что при ротовом типе дыхания язык постоянно находится внизу. Вот если вы сейчас меня слушаете и проконтролируете положение своего языка, ваш язык приклеен к небу. Он имеет всегда физиологическое верхнее положение. А если дышать ртом, то язык всегда внизу. И, значит, не обеспечивается сенсомоторная база для звукопроизводства. Казалось бы, какая связь положения языка сутулость и плоскостопие? Более того, если ребенок дышит ртом, а не носовой тип дыхания, то у него с самого раннего возраста, где-то с полутора лет, продолжается, даже если у него не было, хроническая гипоксия. Получается, ребенок растет, он развивается. А хроническая гипоксия, то есть кислородное голодание, присутствует. Почему так много детей с плохим вниманием? Расторможенные, с плохим память. То есть мозг не получает достаточно? Мозг не получает и не получает очень существенного процента окисленного кислорода. Вот у меня здесь написано, оксид азота, он выделяется только в носовых пазухах. И это способствует улучшению всасывания кислорода кровью, а значит питание мозга 100% не только мозга, а всех внутренних органов. Мы дальше увидим с вами, если ребенок дышит ртом, значит это оксид азота не обогащает вдыхаемый воздух, не происходит окисления кислородом крови. Получается всего 15% кислорода поступает в мозг вместо необходимых 100%. Уже только из-за этого стоит подумать, а стоит ли не обращать внимания на то, что ребенок дышит ртом. Физиологическое дыхание носовое. И оно обеспечивает здоровье не только внутренних органов, но и здоровую работу мозга, а значит речи. А почему сутулость? Почему плоскостопие? Если открыт рот, то нижнее положение языка уже автоматически вызывает изменение вертикали позвоночного столба. При открытом рте, при положении языка внизу, голова несколько опускается вниз, чуть-чуть. Лопатки внутренние края разворачиваются, вот мы видим. Внутренние края лопатки разворачиваются, грудная клетка свертывается, сжимается. Для того, чтобы держать равновесие, ребенок стоит на внутренней стороне стопы. Формируется плоско-вальгустная стопа. Вот в 2-2,5 года у ребенка уже зафиксирована неправильная осанка и плоскостопие. Это, казалось бы, не столь важно. И главное, не пойдет ребенок и на физкультуру, не будет результатов. И пойдет ли он с ортопедической обувью, со стелькой, не изменит ситуация. Исправить уже ничего нельзя, поскольку нужно первопричину. И об этом, к сожалению, ортопеды не знают. Наверное, стоит задумываться и отправлять ребенка сначала к ортодонту или к миофункциональному терапевту. Они уже сейчас существуют. Ну, миофункциональные, наверное, экзотические эти терапевты, нет? Нет. Я расскажу ниже, есть ассоциация, которая ведет такую просветительскую деятельность. Как раз вот она междисциплинарная. Туда привлекаются лор-врачи, педиатры, ортопеды. Сейчас активную позицию занимают устопаты там, ну и логопеды, конечно. Конечно. Вот внешний вид ребенка, который дышит ртом. У него вертикальный тип лица. Он еще называется в таком просторечии аденоидный тип лица. Ну, я вот хотела сказать полипы, да. Не всегда аденоиды сопровождают такое состояние. Чем нам грозит в плане речи это? У ребенка у такого ртовой типа дыхания. Ну, может быть, на первых порах смешанный тип дыхания, конечно. При такой положении круговая мышца рта не функционирует. Она вялая. Значит, дикция у ребенка заведомо нарушена. Нижнее положение языка не позволяет формироваться звуком верхнего подъема. А у нас основная группа звуков шипящие. Звуки соноры л-р верхнего подъема. Значит, у ребенка не будут звуков шипящих л-р. Сколько бы ни ходили к логопеду, простые занятия не дадут эффекта. Потому что у него привычное нижнее положение языка. Логопед вызывает у него верхний подъем, а язык не удерживается. Кроме того, такие дети могут еще иметь вредные привычки. Одна из самых вредных привычек – это сосание пальцев или предметов, карандаши. Тогда к этому добавляется неправильный прикус. Дальше мы тоже посмотрим. Тема миофункциональных проблем – междисциплинарная. В некоторых случаях логопеды могут сами порекомендовать родителям купить вот эти аппаратики. Они приспособлены, на картинках мы видим, для того, чтобы формировать зону знаний, умений, навыков, правильного положения языка. То есть как бы лечебное положение. Потому что многие приборы способствуют тому, что круговая мышца начинает тренироваться. Они называются вестибулярные пластинки, потому что они находятся между зубами и губой. И губа вынуждена удерживать в полости рта эти. Все они разные. Есть с бусинкой, есть с заслонкой. Заслонка – это не позволяет языку продвигаться между зубами. И это лечебное положение формируется в игровом таком плане. Как долго можно? Это вот час? Логопеды занимаются свое время, когда они с ребенком. Родителям дают минут 20 в день поносить, а некоторым детям рекомендуется на ночь. Но это уже тогда подключается ортодонт, если у ребенка выражен неправильный прикус. Если прикус не нарушен, то в этом случае ортодонт даже может не участвовать. Сейчас я показала приборы, аппараты, которыми пользуются логопеды. И они имеют право рекомендовать их приобретать. Сейчас могу сообщить вам, что мы преодолели преграду, потому что эти приборы были нам привозными из Австралии и из Германии. Сейчас у нас налажено импортное замещение. Это вот с июня месяца у нас все есть, будем так говорить, доморощенное. Но вполне соответствуют требованиям. Да, сертификаты все прошли, все необходимые стадии проверки. ГОСТ доступа стопроцентный. Какая причина еще мифункциональных нарушений? Это, можно сказать, из-за неправильного воспитания ребенка. На международном конгрессе, на котором я присутствовала, даже прозвучало такое определение. Блендерные дети. Это значит, родители пользуются готовыми продуктами питания, измельчен блендер, да. И заинтересованы в том, чтобы ребенок быстро поел, калорийно поел. А если ребенок жует пищу, он медленно жует. А этот тренинг жевательной мускулатуры нам нужен. А родители думают, нет, ребенок должен полноценно калорийно питаться, быстро, чисто, из баночки, как удобно. А это имеет обратные очень серьезные последствия. Дети не переходят с сосательного рефлекса на жевательный. И отсутствие жевательного рефлекса, когда не тренируются жевательные мышцы, они вызывают рикошетом нарушение работы всех органов артикуляции. Потому что у нас все мышцы взаимосвязаны. Не случайно миофункциональные нарушения. Они касаются всех орфасциальных и непосредственно артикуляционных мышц. Все взаимосвязано. И поэтому причина во многом кроется в неправильном подскармливании детей. Только 25% генетически обусловлены. Ну, передается по наследству. Бывает. И 75% это обусловлены нарушением. Эти нарушения можно остановить. Если заметить в очень раннем возрасте. Даже до года видны эти проблемы. И не случайно, когда мама с маленьким ребенком приходят в поликлинику, им врач говорит, нужно своевременно переводить ребенка на твердую пищу. Это очень важно. Можно легко в домашних условиях проверить, насколько у ребенка выражено ротовой тип дыхания. Или, может, он просто от удивления открыл рот. Простой тест. Это врач, доктор медицинских наук, лор-врач Тарасова Галина Дмитриевна. Вот такой простой тест предложила. Дать ребенку небольшую порцию воды. И попросить его, сколько он может подержать воды во рту. Не глотать. Поиграть с ребенком. Дети, у которых уже зафиксировано ротовой тип дыхания, обязательно проглотит воду. Язык внизу, да? Да. Или откроет рот, и вода вытечет. Вытечет, да. Это самый простой тест. И если у ребенка уже есть ротовой тип дыхания, оставлять это нельзя. Так нужно срочно принимать меры. Логопед поможет. Поможет ортодонт, но только новой формации. У нас сейчас две школы ортодонтии. Старая и классическая. Когда до сих пор, говорят родителям, приходите к концу дошкольного возраста. Смена зубов пройдет. Вот тогда мы будем думать шинки. Или, может быть, брекеты. И есть другая, современная. Она только появилась в 21 веке. Прогрессивная школа ортодонтии, которая в молочном прикусе может предупредить все проблемы, которые возникнут с ребенком вот к концу дошкольного возраста. Получается, превентивные меры именно залог того, чтобы старая школа ортодонтии уступила место. Да, уступило место и была невостребована. Но за этим, конечно, будущее. Логопеды про это знают. Уже в Москве, в Санкт-Петербурге, в крупных городах новая формация ортодонтов работает. И они назначают такие же вот аппараты. Миофункциональная коррекция. Причины ротового типа дыхания. Такие красивые детки. Интеллект в норме. Но так много мелких проблем, которые приведут к неуспеваемости в школе, к плохой дикции речи, к пожизненной хронической гипоксии. На одной из конференций, конгрессе, я сейчас, может быть, не очень своевременно скажу, это чревато для девочек. На конгрессе, который прошел в Сеченовском университете про миофункциональные проблемы, зарубежные авторы привели данные, что сейчас очень много родится детей с внутриутробной гипоксией. Откуда она, если родители ведут здоровый образ жизни, питаются экологически чистыми продуктами, не позволяют никаких вредных привычек, родятся дети с хронической внутриутробной гипоксией. Они исследовали большую группу женщин, у которых родились такие дети. В основном это молодые женщины. У всех у них открытые рты. У них ротовой тип дыхания. Сделали такую, ну, будем говорить, гипотезу выдвинули, что сама женщина находится в состоянии гипоксии, поскольку она получает только 15-20% окисленного кислорода. Внутриутробный ребенок через плаценту, значит, через общий кровоток, тоже находится в хронической гипоксии. И из-за мамы сейчас в основном такие активно родятся дети от молодых мам, у которых с детства сформировался ротовой тип дыхания. Эту гипотезу, конечно, стоит перепроверять, исследования проводить, но на конгрессе международном об этом уже было заявлено. Для мальчиков, может быть, это только визуально не очень красиво, и там плоскостопие, он с осанкой не очень красивый, а для женщин это может быть в будущем проблема с здоровым рождением детей. То есть это проблема, конечно, я не уверяю, что это так, это я доложила вам данные, изложенные на международном конгрессе в Сеченском университете. Ну и нарушение звукопроизношения связано именно с тем, что органы артикуляции не подготовлены к речи из-за этих миофункциональных проблем. Кроме того, важно еще, что миофункциональные проблемы провоцируют неправильное строение челюстей и прикусов. Прогнатия, прогения, все связано с этими вот проблемами, о которых мы говорим с вами. Может быть, это косметические, но для некоторых людей это может быть ограничением даже в выборе профессии. Ограничение. Потому что миофункциональные проблемы, опять же, из-за кислородного голодания, вызывают вот такой вертикальный тип лица и зависит от того, какой выберет путь развития ртовая полость. Может выдвигаться вперед нижняя челюсть или выдвигаться вперед верхняя челюсть. Вот мы видим здесь последствия ртового типа дыхания. Их очень много. Про осанку мы говорили, про плоскостопие говорили, про нарушение звукопроизношения говорили. А теперь еще вот проблема с строением зубного ряда. Это тоже во многих случаях вызывает в юношеском возрасте проблемы. А их можно предупредить в дошкольном возрасте. Вот про гения. Когда нижняя челюсть выдвигается вперед. Это тоже последствия. То есть это проблема не прикуса, как вот я, например, полагала. Это нарушение строения, да. Это вообще тоже относится к окклюзии, к прикусам. Нет, но исходно это вот ртовой тип дыхания, да? Да. Нарушение носового типового дыхания вызывает разбалансирование в развитии ротовой полости. У многих детей мы с вами видим, а потом и последующим остается готическое небо. А раз готическое небо узкое, то нарушаются носовые ходы. И хотел бы дышать носом, но сужены носовые ходы. Или даже искривление носовой перегородки. Коротко, челюстно-лицевая хирургия здесь никак не функционирует, нет? Если нельзя предупредить, то вступает в силу челюсти. То есть это потом уже делают? Конечно, да. Потому что если время упущено, если, ну я так называю, сензитивный период в помощи прошел, то уже обратного пути нет. К профилактике нельзя. Мы сейчас с вами говорим про профилактику. О профилактику, да. конечно. Про гения очень тоже проблема с речью. Звуки искажаются, и логопед уже не поможет, потому что априори неправильное расположение органов артикуляции. Другой спуск, прогнати, он чаще встречается в практике, когда верхняя челюсть суживается, потому что язык внизу выдвигается вперед, неправильное расположение верхней и нижней челюсти по сравнению с нормальной. Тоже нарушается и возможность правильного звукопроизношения, но и визуально бывают очень выражены эти проблемы. То есть когда физиологический тип носового дыхания отключается и переходит на нефизиологический тип дыхания, то идет разбалансирование. У каждого может быть по-разному это представлено. Вот прогнатия, прогения, бывают и другие. Вот какая проблема. И брекеты уже не помогут. Да, тут уже. и то, если даже они выпривут, они требуют постоянного пожизненного поддержания. Они на ночь обязаны носить капы, которые удерживают. Если не будут поддерживающие, все вернется в исходное положение. Вот мы видим ребенка с открытым ртом, язык между зубами, с кислородным голодом. Эти дети в школьном возрасте, они уже и в дошкольном проявляют неусидчивость, невнимание. У них плохая память. Это, во-первых, из-за кислородного голодания, а это можно предотвратить, если восстановить носовой тип дыхания. Ничего не мешает ребенку восстановить носовой тип дыхания. Сейчас я вам приведу фамилию, назову доктор медицинских наук из Санкт-Петербурга. Лор-врач Сатыга Елена Александровна, она преодолевает у детей аденоиды первой и второй степени с помощью этих аппаратов. То есть даже хирургическое вмешательство не нужно. Восстанавливается носовой тип дыхания. Получается одновременно носовой тип дыхания восстанавливается и аденоиды сублимируют практически, они уже не мешают дыханию. Сейчас есть две у нас ассоциации. первая здесь вот буква пропущена у меня, но я уже не смогу восстановить ее. МДА-МФТ. Это междисциплинарная ассоциация миофункциональной терапии. В Москве президент этой Яна Владимировна Костина, они проводят междисциплинарные такие курсы повышения квалификации. Пропагандируют то, о чем мы с вами говорим, пропагандируют на стадии профилактики. Это очень важно. Да, то, о чем мы говорим, можно предупредить. А вот второй центр тоже в Москве, хотя есть уже в регионах. Вот я как раз хотела спросить, что это не только Москва, чтобы была. Нет, нет, нет. У них очень большая сеть филиалов, которая работает по их программами. Там очень крупные специалисты, доктора медицинских наук. А центр в Москве «Дышу и говорю» это уже возглавляет логопед, с которым мы проводили исследования, на основании которых мои книги вышли по миофункциональной коррекции. Это логопеды в саду, которых мы проводили длительные, почти двухлетние исследования. Логопед заинтересовался нашей методикой, взял на вооружение эти технологии и вот теперь уже открыла свой центр. Это центр для логопедов, практиков, которые хотели бы научиться, диагностировать, подбирать правильный подход для логопедической коррекции. И если у ребенка очень выражены проблемы, то тогда подключаются ортодонты, лор-врачи. К сожалению, пока не подключаются ортопеды. Я бы порекомендовала и ортопедам посмотреть, а где у ребенка язык. Где начинается плоскостопие. Есть исследования физиологов, которые пишут, что место положения языка в полости рта определяет строение скелета человека. Просто надо этим интересоваться. И вот прошли две конференции, а конгрессы. Я когда уже увидела брошюрку, конгрессы международные по этим проблемам. Это очень современная актуальная тема. Можно в раннем возрасте это все устранить? Это то, что напрашивается как рекомендация. Это логопеды рекомендовать родителям, могут рекомендовать в поликлиниках, педиатры, если видят, что ребенка рот открыт. Есть логопеды, которые занимаются с детьми до года. Превентивная логопедия. Я автор методики этой превентивной логопедии. Поэтому миофункциональные нарушения можно значительно легче предупредить и орофициальные тоже, чем длительно и не всегда успешно их потом в более позднем возрасте уже исправлять. Про эти плотинки мы уже с вами говорили. Я проводила исследование вот с этим внизу написано инфант. История такова. Работая на кафедре логопедии, ко мне обратилась заведующая кафедра, что поступил запрос на исследование этой темы. Нам предоставляли приборы, аппараты, и надо было вот как-то провести серьезные научные исследования, а как их применять логопедом, логопедии. И вот эти исследования были успешно приведены, сейчас я немножко про них расскажу. но сначала расскажу о том, что причиной еще являются модные пустышки. Именно современные, да, какие-то? Да, увеличение размера пустышки дает увеличение проблем, аномалий в строении. То есть раньше пустышки были мельче? Чем меньше шейка пустышки, тем полезнее. посмотрите, вот толстая пустышка, какой прикус у ребенка. Стоит ли мамочке такую покупать заведомо закладывать патологию? Додумались немецкие исследователи, чем тоньше шейка, на первую я восклицательный знак поставила, тем меньше проблем. Чем толще шейка, вот мы видим на рисунке. Для родителей это тоже полезно. Да и педиатр должен маме тоже подсказать. Это линейка современных средств ранней помощи. Отучить ребенка от пустышки, от сосательного рефлекса увести его, ну и так далее. Это соответствующие. И мы видим от нуля до двух, с двух до четырех лет возрастные. Это прибор для того, чтобы отучать ребенка от сосания. Вот разные, все и они доступны сейчас в продаже совершенно без всяких ограничений. И родители могут сами посмотреть, и логопеды порекомендовать. Но логопеды новой формации, которые понимают современные вот проблемы. Вот их целая россыпь. И они выбираются по цвету. Оранжевые это для детей до двух лет, до трех, красные до пяти, а синие уже старше возраст. Они используются логопедами и назначаются логопедами. Это не ортодонты назначают. Это логопедические средства помощи ребенку. И логопед готовит себе почву для улучшения речи ребенка. Это вот книжка. Как раз Юлия Тесовская выпустила книгу уже для логопедов. Как использовать бусинку вот эту можно найти. Как раз она открыла вот этот центр для логопедов в Москве. Называется Душу и говорю. Вот разные бусинки. В зависимости от длины проволочки место расположения разное. То кончик языка тренируется, то спинка языка. Причем это все в игровом плане. А заслонка для того, чтобы ребенок не просовывал язык между зубами. Очень интересное вот это вот с козырьком внизу. Вот сейчас мы найдем с козырьком. Носить до часа в день. Иногда некоторым детям логопед рекомендует на ночь. Но это не всем детям. Но это достаточно комфорт, то есть такого явного дискомфорта. Я вам расскажу пример. Да. Пример это лучше всего. Очень можно легко уйти. Во-первых, в игровом плане. Когда мы начинали эксперимент, мы начинали с трехлетками детьми в саду. Как детей заставить, чтобы они взяли в рот эти приборы? Разыграли сказку. Это у меня замочек. А рот твой теремок. Кто кто в теремочке живет? Чтобы никто в теремок не попал, надо закрыть теремок на замок. Детки с удовольствием пошли на это и закрыли. Взяли в рот. А дальше уже мы не заставляли. Понятно. Я очень долго время работаю в поликлинике и ко мне приходят разные дети. Как заставить их взять в рот? Ребенок не говорит, не понимает. у него из-за открытого рта, из-за ротового типа дыхания слюна течет. И у мамы держат такой контейнер, чтобы слюна одежду не промочила. Я дала, поскольку у меня после этого эксперимента большой набор был в безопасе, я дала маме на пробу. Говорю, попробуйте дома. Опустите в сиропчик или намажьте чем-то вкусным, что ребенок любит. И вот дети сладкое вкусное причмокиваю. Здесь бампер для верхней губы, бампер для нижней губы. И есть маркерный язычок, который заставляет язык подниматься кверху, как на горочку. И ребенок присасывает вкусное, он силиконовый присасывается и держит все. И такой ребенок у меня потом ходил с удовольствием на занятии и даже посматривал, когда ему этот прибор снова дадут. Так что детей можно мотивировать, не заставлять, а мотивировать. И они сами берут. Вот пример заслонка. Был у ребенка верхний открытый прикус, язык между зубами. Через четыре месяца после ношения этой простой пластинки с такой проволочкой вот через четыре месяца нормализовался и прикус, и положение языка. Но это все молочный прикус. Мы видим до пяти лет. Красное колечко это все до пяти. Потому что когда начинается смена зубов, то уже не получается такой хорошей работы. Это вот в каких случаях, как мы использовали, как нужно использовать. Это для логопедов больше информации или для родителей. Такие рекомендации. Они одновременно и для подготовки органов артикуляции к правильному звуку произношения, и для устранения нарушений прикуса. Получается они два эффекта в одном приборе. А вот я уже вам начала говорить, но не было слайда, как используют уже можно даже для взрослых, для подростков и для детей. Вот это пластинка с козырьком. Если прикус прогинея, нижняя челюсть выступает, то козырек поворачивается кверху. Получается как бы физически верхняя челюсть пытается выдвигаться вперед, потому что бампер давит на нижнее, идет восстановление, вытягивание как бы верхней челюсти. Но это у детей дошкольного и начальной школьной возраста. Конечно, здесь пластичность нужна некоторая еще, которой, наверное, у взрослых нет уже. Ну, у взрослых это да, а вот у детей дошкольного и начального школьного возраста еще есть возможность. Прогнатия, когда верхняя челюсть выступает вперед. Наоборот, козырек у нас будет смотреть вниз, нижнюю челюсть выдвигаем. А пластичность это пока еще, конечно, в молочном прикусе. Вот про мои исследования. Здесь вот этот аппарат, он называется тренер-инфант. Его заказывали на кафедру исследования проводить. Это был в России первый эксперимент по внедрению в логопедию. Вот эти они к нам только-только пришли. И организации, которая это продвигала, вот вышли на нашу кафедру логопедии. Могу сказать, что вот этот прибор я до сих пор рекомендую детям с синдромом Дауна. По факту у них не язык большой, а очень маленькая верхняя челюсть. И если рано ребенку вот игровым путем предложить, то начинает равномерный рост и верхней челюсти в соответствии с нижней. И тогда язык, обычный язык, занимает свое место, как он должен находиться. И тогда с возрастом у ребенка с синдромом Дауна будет закрытый рот, и у них все предпосылки сохраняются к формированию речи. Так что это полезно очень разным детям с ОВЗ в том числе. Вот мы проводили исследования с детьми с трехлетними, давали некоторым детям на ночь, нам фирма это предоставила тренеры, родители не закупали, у нас было 16 детей в эксперименте. Мы составили план работы, 10-20 минут работы с детьми на занятия и потом некоторым на дом. Если были еще, принимали участие у нас ортодонт в обследовании группы детей в саду, принимал участие отоларинголог, слух проверял, проверял нос, как нос дышит, ну и ортодонт, и, конечно, логопеды. Вот вышла потом после исследования по результатам нашим книжечка. Это конспекты для логопеда и вышла методика для логопедов, но это для детей, работа логопеда с детьми, у которых молочный прикус, потому что тренер-инфант, он до 5 лет, но у детей с синдромом до 8 лет подходит, потому что у них позже зубы появляются, ротовая полость только-только к 8 годам достигает размеров, которые требуются для этого тренера. Очень интересно, мы использовали медицинские данные для обследования, я рекомендовала те, кто принимал участие у меня в этом эксперименте, посмотрите, была защищена кандидатская медицинская диссертация, автор Хархке, тема, в 2007 году была эта тема защищена, эффективность артикуляционной миогимнастики при ортодонтическом лечении аномалии окклюзии, то есть прикуса, у детей с нарушением звукопроизношения. Медики в нашу проблему тоже вникают, и там были предложены очень интересные 47 проб для обследования с целью ортодонтических, не наших логопедических, а ортодонтических. В книге они эти есть данные. Мы так обследовали, и наши логопеды вот потом использовали. Мы использовали для мальчиков синенькие, для девочек розовенькие. Два раза в день по 20 минут, 20 минут они занимались занятия, трехлетки у нас были, причем занимались группой по 6-7 человек, не индивидуальные занятия. И потом мы их отпускали в группу, они с этими тренерами еще играли, а потом к нам запускали контрольную группу, которые мы проводили те же исследования, но без тренеров. То есть проводили научные исследования, 100% объективные данные получены. По результатам вышли у меня эти книги, они есть на моем сайте в электронном виде для логопедов. Это конспекты, 28 конспектов для логопедов, которые раскрывают курс занятий с ребенком. А там 9 комплексов работы с детьми. Вот эти 9 комплексов. Все упражнения с тренером во рту. Для мимической мускулатуры они гримасничали. Для круговой мышцы рта выполняли разные упражнения, пока тренер был во рту. Для мышц головы и шеи. гримасничать полезно? Очень полезно. Мимическая гимнастика всем полезна. И даже пожилым. поскольку это кинесика. Кинесика, мы с вами говорили, кинесика, она очень важна для общения даже. И для поддержания активности мозга. У нас единственное, только без тренера, была речевая дыхательная гимнастика. Все остальное, даже пыльцевая гимнастика, была с тренером во рту. Вот таким образом, детки-трехлетки сами искали, а где маркер на язычок. Сами вставляли, мы не помогали им. Сами доставали своих сундучков. И вот выполняли. Очень интересное упражнение. Причем мы не сами выдумывали названия упражнений, а те, которые дети выдумали. И вот одно упражнение заведующих кафедрах возмущалось. Зачем такое упражнение, вы так назвали? Звездочет. Вот ребенок держит губами ремешок, а ремешок нужен для того, чтобы нагрузка была на круговую мышцу. Он должен был держать тренер, а мы тянули, или он сам тянул. И вот такое упражнение, когда он при этом поднимает голову, сложит на небо, здесь включаются мышцы все. Шеи, жевательные, мимические, и круговая мышца, потому что рот должен открыться, а он это фитнес для губ. И заведующий кафедрой сказал звездочет. Я говорю, нет, так дети назвали. Нам дети помогали назвать упражнения. Результаты были очень значительные. Книга была переведена на английский язык, но ушла в Австралию, потому что тренер-инфант, это родина Австралии, они не ожидали, что мы будем ортодонтический аппарат успешно применять в нашей коррекционной практике. Другое назначение, в общем, дополнительный эффект. По их представлению. И приезжал потом переводчик, свои впечатления о книгах сообщил, так что мы эту их продукцию назначение, функциональное назначение расширили. Вот здесь результаты, но я не буду вас утомлять результатами, но результаты были очень значимые в плане подготовки сенсомоторной базы для звуков. Вся наша группа к контуру детей экспериментальны. Дружно выжили на группу шипящих, хотя пантогенезу шипящие звуки еще не показаны. Мы подготовили базис и, конечно, контрольная группа. Результаты были, но не в плане подготовки звукопроизношения. Хотя у этой группы экспериментальные были результаты и ортодонт отметил, и врач лор, поскольку у них улучшился носовой тип дыхания. Так что свою миссию мы выполнили. Это результаты, про которые и в книге доложено, и вот по результатам этих исследований защитили, к сожалению, не докторские, но хорошие дипломы. Пока докторских нет. Это тема очень даже диссертабельная. Вот это то, о чем я вас хочу спросить в рубрике по скриптум, потому что у меня есть некоторые наблюдения. Ну, основное вы изложили. Спасибо большое. А сейчас по скриптум. Готовясь к нашей встрече, я открыла известный ресурс ПАБМЕТа, такая база данных по всем публикациям по той или иной теме, все, что есть в мире, все, что публикуется и как-то в англоязычном формате представлено, оно все на ПАБМеде собрано. И посмотрела про ротовое дыхание. Огромное количество публикаций, поток бесконечный, и новые статьи появляются буквально постоянно, буквально каждый месяц. То есть такое ощущение, что там много белых пятен. Что мне со стороны показалось немножечко странным, потому что вроде бы, ну вот посмотрела я ваш презентацию, ну все, все понятно уже, да, дальше уже только коррекция. Но огромное количество вопросов и фундаментальные какие-то, необязательно корректирующие работы, вот диссертационные, я бы сказала, диссертабельные. Какие вы видите направления перспективные, где еще условно говоря копать и копать? Мы видим с вами, мы покопали в отношении звукопроизношения. речи. Там очень многие статьи, они там те или иные недуги, вообще не имеющие никакого отношения ни к речевому развитию, ни к чему просто вот это, но то, о чем вы говорили, да? Это да, это как бы не столь значимо на фоне других. Да, то есть механизмы просто вот задействованные ртового дыхания, они на всем отражаются. Я бы вот вам на этот вопрос ответила таким образом. Мне кажется, сейчас бьют тревогу у нас неонатологи, зашкаливает количество детей, родившихся с хронической внутриутробной гипоксией, и она по жизни у них не улетучивается. Мне кажется, вот это в плане неонатологов надо проводить исследования. И возможно тип носового дыхания уже даже в шенской консультации отслеживать. Если это уже прозвучало на конгрессе, наверное, это для генофонда не только России, любой другой страны значимо. Наверное, это на первом месте исследования. Спасибо большое. Желаю успехов вам и вашим коллегам в этом благородном деле. Спасибо вам.